Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня Алексей Водовозов, токсиколог, военврач, медицинский журналист. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите нам также в WhatsApp 230-6191. В одном из своих интервью или выступлений вы сказали, что, скорее всего, коронавирусом переболеет все население Земли, и он станет нашим таким сезонным заболеванием. Вот, то есть нет предпосылок того, что этот вирус может исчезнуть? А как он исчезнет? То есть, как вы понимаете, любой инфекционный процесс, да, у него есть два способа разрешения. Либо переболеют все, да, то есть разовьется этот самый популяционный иммунитет естественным путем. Это один вариант. И второй вариант. Мы создадим искусственно этот самый популяционный иммунитет при помощи вакцинации. Вот никаких других вариантов нет. Он не может исчезнуть просто самостоятельно, да, это же, как вы понимаете, биологический вид, да, у него есть свои законы, по которым он существует и по которым исчезает в том числе. То есть речь идет о таком коллективном иммунитете? Да, конечно. Причем даже примерно уже понятно, какая должна быть цифра. Когда итальянские города сейчас пересчитали, ну самые маленькие, конечно, то есть их удобнее всего пересчитывать. Можно присмотреть все случаи заболеваний, все летальные исходы, оценить точно, кто умер от коронавируса, кто нет. И получается так, что примерно 60% населения, вот в этом случае, если переболеваешь, 60% населения, похоже, что вот это как раз является той желанной для нас цифрой, которая нам всем очень необходима. Это первое. И второе. Летальность при этом составляет примерно 1,5%. Ну если говорить о странах, которые относительно успешно справляются с пандемией, в частности в Латвии, где население составляет около 2 миллионов человек, меньше тысячи заболевших за время эпидемии, 19 человек умерло. То есть это хорошая цифра или все-таки важно, чтобы переболело 60% и выработался как раз такой коллективный иммунитет? Вот как быть странам, которые успешно относительно справляются с эпидемией? Ну это хорошие цифры, безусловно. Это хорошо, что мало людей заболело, и еще лучше, что мало людей скончались. Это, как вы понимаете, трагедия, естественно, все это вместе взятое. Дело в том, что, смотрите, вопрос в циркуляции вот этого вируса в конкретных популяциях. Мы же не говорим о Земле целиком. Земля — это все-таки достаточно такое большое образование, да, и даже отдельные регионы, там, континенты и так далее. Это все достаточно крупное образование. Естественно, речь идет, в первую очередь, о странах, о городах и так далее, и так далее. Вопрос в том, что население получается все еще незащищенным, да, то есть в том случае, если, например, целиком полностью открыть все границы и сейчас восстановить перемещение, как оно было до пандемии, то во всех странах, которые успешно вроде бы справились, обязательно появятся новые завозные случаи, пойдут внутренние цепочки распространения и так далее. То есть расслабляться еще рано. Ну вот я просто здесь хотел уточнить, как будут формироваться, может быть, процессы в странах, которые успешно сейчас борются с COVID-19, поскольку у них же нет этих 60% переболевших и нет, соответственно, коллективного иммунитета. Не будет ли у них потом проблем из-за этого? Ну, если всю эту ситуацию выстраивать грамотно, то, я думаю, не должно быть никаких проблем, да, потому что ограничения, ну, они должны будут сохраняться до появления вакцины, это понятно, да, потому что если мы не умеем создавать сейчас естественный иммунитет, ну, точнее, не хотим, это, конечно, да, можно дать переболеть 60%, как примерно сейчас поступает Швеция, да, но это, как показывает практика, не самый правильный путь, он ведет и к летальным исходам, и ко всему остальному. Так что, скорее всего, нам нужно будет в режиме ограничений дожидаться появления вакцины. И вот эти ограничения, они как бы компенсируют отсутствие естественного иммунитета. Как быстро после появления вакцины можно будет справиться с этим заболеванием, потому что, ну, нужно будет привить значительное число людей, это тоже небыстрый процесс получается. Конечно, небыстрый. Что говорит история вакцины? Да, то есть тут оценивается, в общем, так, что вся эта история на годы, да, то есть это не на месяцы даже, это, скорее всего, на годы, потому что, во-первых, нужно вакцину сделать. Сейчас в мире идет как минимум 191, о, бру, это 191 по лекарствам, 103 исследования по вакцинам, и из них 15 уже перешли на стадию исследования на людях. Когда она появится, если кто-нибудь успешно финиширует, потому что это далеко не факт, да, как только кто-то успешно финиширует, нужно будет производить эту вакцину в промышленных масштабах. Естественно, что в больших количествах ее не получится сразу сделать. То есть во всех странах рассматривают возможность в первую очередь защищать медиков и также группы риска. То есть абсолютно все будут привиты, ну, где-то в течение года полутора, наверное, может быть, двух лет. Вот примерно так оцениваются эти сроки. Сегодня регулярно поступают новости, ну, насколько регулярно, наверное, периодически, скажем так, будет корректнее, поступают новости о том, что ученым удалось создать эффективное средство от коронавируса, антивирусный препарат. Действительно ли есть что-то эффективное и, не знаю, от коронавирусной инфекции, может быть, профилактическое? Пока что нет ни того, ни другого. Я уже оговаривался по поводу цифры, да, 191 кандидат есть в лекарства. 91 из них уже в человеческих исследованиях, но до финиша пока не дошел никто. Да, в Соединенных Штатах разрешили ремдесивир. Насколько я знаю, Эстония получит экспериментальный японский препарат примерно из той же группы. И будем смотреть. То есть мы пока что не можем сказать, что у нас есть реально работающий по этому коронавирусу либо профилактический, либо терапевтический препарат. Ну, ремдесивир разрешили, и тем не менее эффективность его не доказана, насколько я понимаю. Ну как, там скорее доказано, чем не доказано. То есть такие половинчатые, на самом деле, сведения, не очень большие выборки и так далее, и так далее. Но у него хотя бы есть объяснимый механизм, во-первых. И, во-вторых, там действительно было немаленькое количество пациентов в процентах, которым после этого препарата стало лучше. И самое, ну, наверное, одно из определяющих у него крайне невыраженный побочный эффект. Потому что у того же гидроксихлорохина, который широко разрекламирован по всему миру и применяется, сейчас от него стараются отказываться везде, где только можно, именно потому что у него чрезвычайно выраженный и очень опасный токсический эффект. Если говорить о антивирусных препаратах, потому что очень часто приходится слышать, что вирусы как раз не лечат, а нужно переждать, в отличие, кстати, от бактериальных инфекций, потому что есть антибиотик. Так вот что-то сопоставимое с антибиотиками в борьбе с вирусами есть или такого революционного не произошло? Да, безусловно, есть, конечно. Вопрос-то в том, что вирусы все разные, их огромное количество, и именно поэтому есть примеры успешной терапии именно противовирусной. То есть есть препараты прямого антивирусного действия против гепатита С. И они чрезвычайно эффективны, они позволяют снизить вирусную нагрузку в ноль. То есть у человека не определяются ни одной вирусной копии в крови. То же самое касается современных препаратов антиретровирусной терапии при ВИЧ, например. То же самое. Казалось бы, раньше это была тяжелая, неизлечимая и фатальная инфекция, а сегодня есть даже такой казус, что люди с ВИЧ доживают до Альцгеймера и умирают от Альцгеймера, а не от ВИЧ и так далее. То есть есть масса препаратов, которые действуют, реально действуют по вирусам. Вот тот же Remdesivir, например, он разрабатывался как средство против Эболы. То есть тяжелейшая инфекция, одна из опаснейших, в принципе, на Земле, которая рассматривалась в свое время и как биологическое оружие, возможно, и так далее. Так вот, он достаточно неплохо действует по вирусам Эболы, по некоторым другим РНК-вирусам и так далее. То есть работы здесь ведутся, работы ведутся в разных странах и есть в том числе очень неплохие результаты. А в чем специфика COVID-19? Почему так сложно сделать вакцину и найти эффективное лекарство против него? Ну, это специфика, в принципе, любого нового возбудителя. То есть специфика в том, что он новый. Мы о нем очень мало чего знаем. Мы вот только-только сейчас набираем массив информации, массив хороших, качественных исследований по нему. Мы начинаем понимать, как он взаимодействует с организмом и так далее. То есть тонкость именно в этом. То есть мы не понимали, раньше не понимали, как конкретно он действовал в организме. Сейчас есть и некоторые позитивные находки, которые позволяют нам с таким осторожным оптимизмом смотреть в будущее. Ну, например, он не так сильно прячет свои антигены, поверхностные антигены от нашей иммунной системы, как, например, вирус ВИЧ. Вот почему мы от ВИЧ долгое время не можем создать вакцину? Потому что у него на поверхности есть огромная масса гликанов, так называемых, это полисахариды, и они почти целиком закрывают этот белковый капсид. И то есть наш организм реагирует на чужеродные белки в основном. То есть иммунитет бьёт по чужеродным белкам. Нам нужны белки. И они у него скрыты. До белков наш иммунитет туда не добирается. А вот у того же коронавируса, например, вот этот гликановый камуфляж, он такой очень прореженный, и иммунитет легко добирается до тушки, именно до того тела, которое нам необходимо, до белков. И не исключено, что будут срабатывать антитела. Сейчас появляются массовые такие масштабные работы по антительному ответу. В том числе похоже, что он опять же развивается у большинства людей. Так что сейчас накапливается всё больше и больше позитивной информации. Вы сказали, что мы мало о нём знаем, но тем не менее сейчас довольно распространённая шутка о том, что многие политологи трансформировались в вирусологов и рассуждают на тему как специалисты. Вам регулярно в интервью, в ваших выступлениях приходится разоблачать популярные такие мифы, лжетеории, о коронавирусе. Какие сейчас наиболее распространённые теории и мифы, связанные с коронавирусом? Ну, они, как вы понимаете, никуда не делись. Они просто чуть-чуть там трансформируются и по-прежнему муссируется вот это вот его якобы искусственное происхождение. Когда появилась масса работ, которые говорят, что нет, он естественный, начали говорить, ну ладно, хорошо, пусть естественный, но его изучали в лаборатории, и он оттуда сбежал. Ну и так далее. То есть люди, которые стоят на вот этих позициях, либо теории заговора, либо каких-то мифов и заблуждений, они, к сожалению, не меняют свою точку зрения, они её трансформируют, модифицируются как вирус, они приспосабливаются к изменяющимся условиям, которые есть вокруг. Что там у нас? Ну, из таких прям совсем-совсем страшных, это вышки 5G, которые на самом деле вызывают заболевание, никакого вируса нет. Плюс то, что вакцину разрабатывают, её сделают обязательной для всех, и туда включат какие-то наночипы от Билла Гейтса или от Илона Маска, уж не знаю там от кого именно, кто из них первым успеет, но это вот для чипирования населения будет производиться. И так далее. Ну, сейчас вроде как поутихла вот эта вот волна, что не страшнее гриппа и прочее, потому что появилась масса статистики, в том числе из разных стран, в том числе из тех, которые уже пересчитали свою статистику, то есть провели окончательные расследования и так далее, и выясняется, что да, примерно, ну, где-то раз в 10, может быть, 8 в 10 летальность выше, чем при сезонном гриппе. Вирус также внёс, как мы видим и знаем, коррективы в криминальную хронику, потому что появляется довольно много спекулянтов, которые продают средства защиты, например, или якобы эффективные способы лечения и профилактики. Вот приходится вам с этим сталкиваться, с информацией об этом или может быть напрямую? Конечно, регулярно, регулярно. И, как вы понимаете, у нас даже высшие лица нашего государства, носили, точнее, эти бейджики некие защитные. Сейчас в Госдуме с какими-то значками стали ходить, которые якобы должны отпугивать коронавирус. То есть это всё, к сожалению, продолжается. И инфодемия, да, она никуда не делась. То есть по-прежнему и слухи, и заблуждения, и даже вроде бы берут нормальную какую-то научную основу, да, то есть там реальная была какая-то новость лежала в её основе в самом начале, но потом она так причудливо трансформируется, что от неё там практически ничего реального не остаётся, сплошные какие-то домыслы. То есть эти блокаторы, сахарные шарики и так далее, всё то, что… Да, безусловно, безусловно, в больших количествах. И абсолютно все те противовирусные препараты, которые раньше пытались пристраивать к гриппу, например, да, то теперь его немедленно пытаются пристроить эти же неработающие с недоказанной эффективностью, их пытаются пристроить и в историю с коронавирусом. Ну, те же орбидолы, да, причём, что интересно, орбидол даже изучали. То есть его изучали в клинических исследованиях, в том числе китайцы, и показывали, что нет, нет никакой эффективности по сравнению с другими препаратами, у него нет, поэтому применять его не стоит. Кроме того, естественно, как же без ангаверина, без кагоцелла, без прочих-прочих-прочих, которые в огромном количестве рекламируются и даже включаются в наши российские рекомендации методические, ну, не без этого. Что касается России, потому что достаточно драматические новости приходят из вашей страны, как развивается ситуация, и действительно ли всё так сложно сейчас в России, и как это показывают в средствах массовой информации? Ну, в целом, да, ситуация непростая. Нельзя сказать, что прямо у нас всё замечательно и хорошо. Прирост действительно немаленький идёт. Ну, вроде бы, как там, по крайней мере, если смотреть по Москве, последние три дня идёт примерно где-то на уровне 4 700, а если смотреть по стране, то где-то 9-10 тысяч примерно в плюс. Ну, с одной стороны, да, это, конечно, плохо. С другой стороны, можно представить, население у нас всё-таки достаточно большое и активное тестирование. То есть, в основном, конечно, связывают с этим. Достаточно такое массовое выявление получается, но далеко не все эти люди госпитализируются, потому что подавляющее большинство, как и во всём мире, они лечатся амбулаторно. На первых этапах были, конечно, большие проблемы. То есть, пока всё это вставало на рельсы, пока всё это оттачивали и так далее. Но сейчас вроде бы справляется. И даже, вот я не знаю, как по Москве, но по Подмосковью резервный коечный фонд сегодня около 40%. То есть, он не заполнен. Это считается, в принципе, неплохим показателем. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Военврач Алексей Водовозов с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссёр Родион Золотарёв. С нами на прямой связи Алексей Водовозов, токсиколог, военврач и медицинский журналист. Ещё раз здравствуйте. Да, ещё раз здравствуйте. И звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Да, слушаем вас, Александр. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Ну, мы со всей семьёй переболели коронавирусом. Мы сдавали анализы, он подтвердился. И мы лечились, ну, не зная ещё того, что у нас коронавирус, я думал, что это простой грипп у нас. Мы лечились ремонтодином. И, в принципе, у нас старший ребёнок, старший сын у нас трое детей, да, супруга и я. Мы переболели, а старший даже не заразился он раньше немножко. Ну, он позже домой приехал, был у бабушки неделю, он там ремонтодин пил как профилактическое. Что можете по этому поводу сказать? Да, спасибо. Или нам просто повезло. Да, спасибо вам. Да, это, скорее, совпадение. Ремонтодин, конечно, замечательный препарат как раз с латвийской историей, насколько я помню. И, да, действительно, у него в своё время было небольшое такое, но значимое действие на вирус гриппа. Он действовал на один из белковых каналов, но, к сожалению, вирус гриппа к нему приспособился. То есть долгое время ремонтодин был даже в международных руководствах, такое было. Но вот где-то уже года с 2004-2005, наверное, его оттуда изъяли, просто потому что, к сожалению, он неэффективен. Вирус, повторюсь, к нему выработал устойчивость. И самое главное, то есть он действовал конкретно на определённый белковый канал вируса гриппа. Такого канала нет у коронавируса нынешнего. Поэтому у ремонтодина даже точки приложения, к сожалению, нет. Ещё звонок у нас 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте. Да, добрый день. Вопрос от Яниса, если можно, как бы два. Смотрите, когда только начинался коронавирус, ещё только в Японии, в Китае, на федеральных каналах говорили, что мы хорошо справимся с эпидемией, в прошлом Советский Союз очень хорошо это показал, мы умеем. И как я вот в этом разобрался, что можно просто брать человека было, который больной, отлавливать его круг общения в изоляцию, круг общения в изоляцию и вот так вот. А сейчас как бы стало такое массовое у вас как бы в России болезнь. Почему так не сделали, не брали вот эту вот советскую школу? Я понял. Да, это опыт. И второй вопрос. Вот одна из клиник у вас в Москве стала вот брать на антитела. Это реально? Вот сейчас взяли тесты антитела, что 7% людей, которых протестировали, 7% у них есть антитела. Это же очень и очень много. Да, спасибо вам. Значит, первый вопрос меня самого интересовал, почему не поступили так, как поступали, например, во время натурального 59-60 года в Москве. Но и сразу есть ответ, да, потому что советская система была практически разрушена. Да, там, к сожалению, от нее ничего не осталось, а эпидемиологическая служба была очень сильная. И действительно, это было очень жаль, что огромное количество специалистов ушли, огромное количество учреждений было разбазарено, да, инфекционные больницы были сокращены или слиты, и так далее, и так далее. То есть вот мы именно сейчас поэтому и расхлебываем последствия этой оптимизации, к сожалению. И именно поэтому не удалось провести все вот эти мероприятия, которые нужно было бы, да, действительно делать в самом начале, отслеживать цепочки. Так, например, делали в Корее, в Южной Корее. Они делали именно так поступали, они отслеживали все цепочки и всю эту целиком цепочку высаживали на карантин. У нас, повторюсь, к сожалению, таких эпидслужб мощных уже не осталось. Роспотребнадзор не тянет, откровенно не тянет. Это первое. И второе, то, что начали делать антительные тесты, но это начали, опять же, по 7%, это было только в одном медицинском центре, и это смотрели у медиков. 7% иммунных у медиков. Я бы сказал, что это мало. Это не очень большая цифра на самом деле. Это следовало бы ожидать большую, с одной стороны. А с другой стороны, тест был все-таки такой, не самый точный. Он был одним из первых. Сейчас появилось несколько одновременно тест-систем, в том числе та, которая была создана в результате международной коллаборации с Соединенными Штатами, с европейскими институтами, и с РАНовскими институтами, то есть Российской Академии Наук. Он получил разрешение 30 апреля, и сейчас будут в том числе его в исследовательских целях применять, то есть уже обследовать популяционное, то есть некоторые популяции отдельно в Москве оценивать на наличие антител. Будем ждать результатов, я обязательно их озвучу. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, система здравоохранения разрушена. Да, прочтите. Почему никто не несет ответственности? Скворцова, которая это все разрушила, так сказать, и Путин публично в Калининграде по этому вопросу говорил, сидит, так сказать, и здравствует. И все практически, кто отвечал за это, переместились, так сказать, параллельно. И никто не отвечает. И обществу врачей вот все молчат, так сказать, и никто ничего не говорит. Почему? Спасибо. Ну, я бы не сказал, что общество врачей молчит. Общество врачей высказывается достаточно громко. Другое дело, что их не особо хотят слушать. Это как бы другая проблема. И эти вопросы, конечно, нужно задавать не мне. Но меня они тоже интересуют. То есть мне бы очень хотелось, чтобы, во-первых, виновные были наказаны, то есть хотя бы так, как это положено по законодательству, первое. И второе, самое главное. Ладно, черт с ними, с виновными. Главное, чтобы все это не пропало даром. То есть вот эти все ошибки, которые произошли во время подготовки к коронавирусной пандемии, во время нее и после нее тоже, я так думаю, будет много чего, чтобы они были проанализированы, чтобы были сделаны соответствующие выводы, и чтобы хотя бы было приостановлено то разрушительное действие в отношении медицины, здравоохранения, которое сейчас ведется. Очень бы этого хотелось. Что касается специфики лечения на аппаратах искусственной вентиляции легких, как мы видим, там достаточно высокий летальный исход, если человек уже помещает на подобную терапию. Почему, кстати, вот с чем это связано и как это можно объяснить? Смотрите, ИВЛ – это все-таки не терапия. Это такая вынужденная мера, когда нам просто… Если мы человека не подключим, он задохнется. То есть это вынужденная мера, на которую идут уже в самом крайнем случае. И именно поэтому вот сейчас, когда 40-я больница проводила оценку эффективности, то есть что там происходит, у них, сейчас скажу, 17% успешных экстубаций. То есть люди в 17% случаев выходили с ИВЛ, выздоравливали их, потом выписывали и так далее. А 83% – к сожалению, летальных исходов. Но, повторюсь, это примерно такая же картина во всем мире, исключительно потому, что это вынужденная мера, применяемая для критических больных, для очень тяжелых. Насколько часто людей помещают на ИВЛ? То есть там есть и какие-то другие альтернативные источники при тяжелых течениях заболеваний. Я просто читал форумы, в которых участвуют врачи, российские многие, как раз вот там они дискутируют, когда нужно, а когда не нужно на ИВЛ помещать. Да, это предмет дискуссионный, до сих пор все это еще обсуждается. Как вы понимаете, мы сейчас работаем, что называется, с колес. То есть те коллеги, которые в красных зонах, они накапливают опыт, они им обмениваются, они читают зарубежные публикации, проводят в том числе онлайн-конференции с коллегами за рубежом, и вырабатывается общий подход, потому что мы еще, вот еще раз повторюсь, у нас нет никаких четких подходов, протоколов, которые работали бы одновременно во всем мире для всех когорт-пациентов. Сейчас стараются как можно позже человека высаживать на ИВЛ, что называется, да, потому что есть четкие показатели, то есть сатурация, это насыщение крови кислородом. Если удается поддерживать ее на достаточном уровне при помощи других методов, ну, например, там, либо носовые конюли, либо масочная ингаляция кислорода, либо какие-то еще другие варианты, то есть не ИВЛ, да, ими пользуются, и таких людей будут ввести, то есть будут перекладывать на живот, например, да, то, что называется пронпозиция и так далее, то есть вот эти все методы будут использоваться до последнего. Если таким образом удается поддерживать необходимую ситуацию, все замечательно, все хорошо, есть вероятность того, что не потребуется ИВЛ. Если не удается, если сатурация падает, несмотря на все наши усилия, придется человека подключать к ИВЛ. Насколько перспективен метод, который еще в советское время, как раз, насколько я помню, рассматривали, это жидкое дыхание, дыхание, заполнение легких кислорода, содержащей жидкостью. Кстати, в фильме «Бездна» как раз показано это, когда водолаз опускается на дно мариинской планеты. Было такое. Это осталось, как вы понимаете, на уровне исследований, да, то есть именно на уровне лабораторных исследований, на уровне мышей или вот такс, которых недавно тут показывали наши чиновники в том числе, погружали в эту дышащую жидкость. Но это даже не экспериментально для человека. То есть у нас нет таких исследований пока, что, по крайней мере, на уровне человека, хотя бы на уровне лабораторий. И очень рано говорить о том, чтобы этот метод можно было как-то перенести в клиническую практику. Рановато. Но он перспективен, то есть его начали давно изучать, еще в советское время, прошло уже много лет. Я понимаю, да, чисто теоретически это весь перспективный, но там выяснилось слишком много подводных камней. Огромная масса. Еще звонок у нас так только что был сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. Возвращаясь к аппаратам ИВЛ, Россия ведь начала свое производство, и сейчас вот такие в рамках импортозавещения как раз их поставляют в больницы, но на них многие врачи жалуются. Что-то известно вам об этой модели? Да, жалуются то, что производится на Урале у нас. Действительно, есть такие аппараты, их достаточно массово производили. Там есть претензии к аккумуляторам, например, и вот те возгорания. Два возгорания, которые были в Питере и Москве, они как раз связаны с конструктивными недостатками этих приборов. Это первое. И второе, там опять же врачи жалуются на то, как устроена система оценки газового состава крови, то есть он ориентируется на выносной внешний пульсоксиметр. Например, ну это вот примерно как домашние такие приборчики, знаете, которые на палец крепятся. Там примерно такой же. Это не самый точный, то есть не подходящий для стационара, для реанимации прибор. Там нужна все-таки более оперативная, более точная информация, ну по той же капнографии, например. Этого у этих аппаратов нет. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алексей, беспокойтесь. У меня вопрос к коллегею, судя по всему. А скажите, пожалуйста, все-таки по структуре, есть уже какие-то обобщенные данные, что все-таки является основной причиной смертности именно в плане легочных осложнений, пульмонологических? То есть это непосредственно вирусная пневмония, то есть интерстициальная, межуточная, как ее раньше называли? Или все-таки это больше идет присоединение назокомиальной флоры, то есть больничные инфекции, и больные умирают уже от бактериальных осложнений, от сепсиса? То есть у меня, в принципе, вопрос такого характера. Да, Алексей, вы врач, да, насколько мы поняли? Да, это чувствуется, да. Я могу сказать коллеге, что здесь, да, конечно, назокомиальная флора встречается, но гораздо реже, чем при том же гриппе, например, и так далее. Первое, что здесь идет, похоже, что это некий, такая, знаете, что-то вроде системного воскулита, то есть микроангиопатия, поражение мельчайших сосудов во всем организме, то есть и в легких, включая в том числе, и в почках, и в головном мозгу, и так далее, и так далее. То есть по сути это полиорганное поражение. И большое количество микротромбозов, которые приводят, например, к инсультам, к инфарктам, к осложнениям со стороны почек, со стороны легких и так далее, похоже, что вот это является ведущей причиной, да, то есть вот эти все микроангиопатии. И даже вот этот острый респираторный дистресс-синдром, о котором все говорят, да, и который является вроде бы пока что ведущей причиной смерти при коронавирусе, похоже, что у него тоже выраженный сосудистый компонент, ну, по крайней мере, и антикоагулянты специфические, да, и моноклональные антитела специфические тоже сейчас стараются применять именно для того, чтобы гасить вот эту вот сосудистую реакцию патологическую. Еще звонок у нас, так только что был, сорвался. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Лариса. Я не знаю, я не сначала слышала, но у меня такой вопрос. Вот есть так называемые носители этого коронавируса, они сами не болеют, передают. А может так быть, что вот человек всю жизнь этот коронавирус носит, или он заболеет, или не заболеет, но вирус в нем сидит. Спасибо. Да, это очень хороший вопрос. Кстати, на него ответа у нас пока что нет, потому что мы всего полгода сейчас контактируем с этим новым коронавирусом и еще не знаем его свойств. Мы только его изучаем. Да, действительно, есть бессимптомные носители, но каков их вклад вообще во весь эпидемиологический процесс, пока не очень понятно. Но их можно определить с помощью тестов? Да, конечно, мы их определяем с помощью тестов, естественно, но у этих людей нет никаких клинических проявлений, ни лабораторных, ни какого-то симптомокомплекса клинического, ничего у них нет. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. А вот как вы считаете, что вот этот вирус определили с точностью там до 100%? Вот место его возникновения и первого появления. Я к чему? Потому что я вот в Риге, и в сентябре, где-то 13 сентября, я переболела каким-то таким чем-то невероятным, ну, из этих вот ОРЗ, и, ну, под рукой там у меня оказалось такое-сякое средство одно-другое, и как бы вот я переболела, но так это было для меня непонятно, и потом вот объявился через месячишко вот этот вирус. Вот он мог где-то еще раньше быть и функционировать, или все-таки там раз, и вот в одном месте. Да, спасибо вам. Да, это тоже хороший вопрос, его достаточно активно изучают. Есть специальные методы, которые позволяют отслеживать исторически, да, то есть где появились первые штаммы, где последующие штаммы и так далее, и так далее. Похоже все-таки, что у него, наверное, происхождение единичное, да, то есть у него есть единый центр, он все-таки расположен в Китае, не обязательно в Ухане, да, то есть в Ухане уже был вторичный вирус, когда начали отслеживать, это был как бы сыновий, да, если можно так сказать, то есть или сын, или дочка были того изначального первичного вируса. А вот, например, в некоторых европейских странах там уже даже внучатый вирус получается, то есть как бы третьего поколения уже с другими мутациями, с другими характерными изменениями. Но даже вот еще раз повторюсь, внутри Китая там не очень понятно, потому что когда начинают отслеживать эти пути, то они ведут и в Европу, и в Соединенные Штаты, и в Японию, и так далее, и так далее. То есть там такая очень сложная картина происхождения, на самом деле, ее все еще пытаются раскрутить, изучить, но я понимаю, что очень многие говорят вот о том, что мы либо летом, либо осенью перенесли какое-то похожее, тяжелое заболевание. Я тоже чем-то таким похожим болел, да, но все-таки это не то, не совсем то. Там не было таких характерных черт, да, вот как вот это резкое, возникающее просто на ровном месте, одышка, это первое. И второе, такое массивное поражение легких, которое встречается при коронавирусе. Когда начинают исследовать антитела, то есть по идее, если мы переболели, мы должны иметь к нему антитела, то выясняется, что небольшое количество, небольшой процент населения имеет к нему антитела. Если бы эта история была длинной, и мы бы уже сталкивались с ним, антительный ответ был бы у большего процента населения. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Ну вот, если можно для дилентантов пояснить, вот все видят, что, в частности, в Латвии по статистике количество выздоровевших, так называемых, людей, у которых был выявлен коронавирус, оно увеличивает. Но при этом также все говорят, что лекарства как бы нету, и получается, что это больше вопрос иммунитета, то есть иммунитет начинает справляться, или все-таки какие-то побочные лекарства, связанные с лечением, там, пульмонологических проблем, как бы доводят к эффекту того, что вроде как, ну, врачами называется излечение, да. И параллельный вопрос следующий тогда. Грипп такие же последствия, ну, оставляет, или все-таки грипп излечивается как бы вчистую, а коронавирус отвечает как раз-таки тем, что очень, ну, на мелкие сосуды оставляет, ну, так сказать, большие негативные последствия. Да, действительно, тут есть отличия. И если мы говорим о лекарствах, то у нас нет так называемой этиотропной терапии, да, то есть тех лекарств, которые бьют конкретно по этому вирусу. То есть вот чтобы мы его уничтожили, и все замечательно. Есть препараты, которые позволяют поддерживать организм, да, помогать ему, скажем так, выздоравливать, убирать какие-то симптомы и так далее, и так далее. Ну, и в основном они, конечно, стационарные. То есть это мы решаем проблемы поддержания жизнедеятельности, жизненной функции именно в пределах стационара. Для домашних условий, когда человек болеет легкой формой коронавируса, ему, как и при любом другом РБИ, никакой особенной медикаментозной поддержки не требуется. Нет таких препаратов. Это первое. Иммунитет, да, в основном это, конечно, речь об иммунитете, то есть о том, как у конкретного человека реагирует иммунитет. Похоже, что, да, действительно могут быть какие-то иммунные дефекты, может быть даже врождённые, да, то есть какие-то генетически запрограммированные дефекты генетические, которые приводят к сбою работе иммунитета и к, например, тяжёлому течению такого заболевания, к цитокидному шторму или к каким-нибудь тяжёлым другим осложнениям. Каким конкретно, не очень понятно. Опять же, этот вопрос изучается. А если говорить о гриппе, то да, получается, что он проходит с меньшим числом последствий, да, то есть грипп проходит самостоятельно, он течёт там, ну, неосложнённый грипп примерно около недели, да, может быть, 10 дней. Коронавирус может течь неделями, то есть 3, 4, 5, 6 недель, и плюс ещё неустановленное количество дней, потом могут сохраняться последствия. То, что последствия сохраняются у некоторых, то есть не у всех, у небольшого процента пациентов, действительно сохраняются последствия, в том числе в виде вот этого так называемого матового стекла на компьютерной томографии, да, эффекта матового стекла. Не исключено, что это последствия того массового поражения лёгких, которое было, может быть, и самой альвеолярной ткани, может быть, и микрососудов, которые есть лёгких. Выльется ли это во что-то серьёзное, например, там, фиброз лёгких, да, то есть когда постепенно будет лёгочная ткань заменяться соединительной, ответа пока на этот вопрос нет. Повторюсь, у нас уже слишком короткая история сожительства с этим коронавирусом. Мы пока что наблюдаем, считаем и анализируем получаемую информацию. Но я бы хотел с вами поговорить вообще о поведении некоторых вирусов, потому что то, что меня интересует, как обывателя, например, почему некоторые вирусы в нас остаются навсегда, как вирус ВИЧ, да, который, ну, это хроническое заболевание, с которым человеку, который заражён, придётся жить всю жизнь. Ещё интересный такой феномен – это вирус бешенства. Если укусило бешеное животное, можно спасти человека, сделав вакцину, до первого появления симптомов. После никакая терапия не помогает. Как это можно объяснить? Почему так это устроено? И как вирусы адаптируются к организму вот эти? Это устроено так, что есть много вирусов, да, и им всем нужно, как любому биологическому виду, им нужно размножиться, им нужно захватить как можно больше ареал обитания и так далее, и так далее. То, что при этом может уничтожаться носитель, это побочный эффект, который неблагоприятен и для самого вируса, да, потому что вирус должен эволюционировать, он должен развиваться. Для этого он должен передаваться в длинных цепочках. Для вируса, для любого вируса выгодно, чтобы мы, например, болели немножечко совсем, да, то есть там сопливили, кашляли, у нас была какая-нибудь субфибрильная температура, мы при этом мужественно ходили на работу, мы же незаменимые все, да, вот, мы ходим на работу, мы продолжаем заражать своих коллег, мы заражаем людей в общественном транспорте и так далее. Вот это... Делимся информацией, да? Да, именно так. Вот это для вируса выгодно. Некоторые из них, к сожалению, да, потому что вирус бешенства, например, для нас он не является эндемичным, то есть он не живет в человеческой популяции, он живет в животном мире. И когда какой-нибудь животный вирус перебирается к нам, мы получаем вот такую вот тяжелую картину, он еще к нам не приспособился, и поскольку люди погибают с бешенством, он и не сможет приспособиться. И причем такого много, таких примеров много. Коронавирус такой же в точь пример. Он пришел из животного мира. Каким образом вирус понимает, что ему выгодно, а что нет? Он не понимает. Как вы понимаете, это вещь еще и вопрос, живой ли он, да, потому что есть такое половинчатое понятие того, что это вообще за живой организм. До того, как он попал в клетку, это белковый кристалл, по сути, а после того, как попал, да, это некое живое, потому что там начинается некий процесс трансляции, создания белков и прочего-прочего. То есть что-то там шевелится и работает внутри. Так вот, естественно, он не понимает. У него простая задача, как я сказал, простейшая задача – проникнуть в клетку, размножиться и выйти потом из нее в окружающую среду. Все. Если ему что-то мешает при этом, да, естественно, он будет мутировать, он будет эволюционировать, то есть будет выживать наиболее приспособленные копии вот этого самого, наиболее приспособленные линии этого самого вируса. То есть это просто обыкновенная эволюция без всяких каких-то разумных замыслов и разумного руководства. Да, но я хотел бы еще про вирус бешенства, потому что была в Латвии история, когда женщину в Индии укусил щенок, она приехала и долго не могли поставить диагноз, в итоге она умерла от бешенства. Мне просто интересно, как работает… У нас с детства вот это мы учили, что если укусила собака, и вы не знаете, есть ли у нее прививки, идите и делайте укол. По-моему, их в живот делали. Почему этот вирус можно остановить до первых симптомов, а после уже нельзя? Потому что когда появляются первые симптомы, это означает, что он уже добрался до головного мозга. Дело в том, что он путешествует по периферическим нервам, по нервной системе, он перемещается в сторону головного мозга. То есть он движется туда, заражая клетки последовательно. Он тропин, что называется, то есть он живет в нейронах. Именно поэтому он так и получается. Он просто перемещается туда, где нейронов больше. Нейронов больше в головном мозгу. Вот так. Пока нет клиники, мы можем действительно выработать некоторое количество антител, либо мы можем прямо сразу антитела ввести в виде иммуноглобулина, и тогда мы прервем вот этот вот патологический процесс, эту патологическую цепочку. Мы просто остановим заражение следующих, например, нейронов. То есть он дойдет куда-то, вот он идет, идет раз, он уперся в антитела, антитела его облепили со всех сторон, он не может присоединиться к следующему нейрону, и плюс антитела, наличие антител на чем-нибудь, это сигнал для иммунной системы, фаз. То есть это нужно съесть, уничтожить, разобрать на запасные части. Вот примерно так это работает. Вирус энцефалита, еще одна история. Я недавно, кстати, делал прививку, и тоже меня всегда интересовал этот вопрос. Почему делают три захода? То есть при энцефалите, а при гриппе делают один укол. То есть энцефалит делает первую прививку, через две недели вторую прививку, и через несколько месяцев делают третью прививку. Да. Такого много на самом деле. То есть есть вакцины, которые срабатывают с первого раза, и которые дают необходимую напряженность иммунитета. То есть мы должны выработать определенное количество антител. У нас их должно быть много. Некоторые не всегда так срабатывают. Некоторым приходится добавлять. То есть делать бустеры, что называется, усилители. То есть ревакцинацию вторую, третью. Некоторые прививки требуют даже шесть ревакцинаций. То есть такое тоже есть. Это зависит от конкретного препарата, от того, как он создан, от того, на какой конкретно фрагмент вируса или бактерий он направлен, и как на него реагирует наш иммунитет. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время. Вышли в прямой эфир нашей программы. Алексей Водовозов был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Всего хорошего.